Внутренняя честность 2 А там еще разбираться и разбираться, чем мы займемся Здесь у нас намерение Намерение достичь этих целей Здесь у нас желание И если это мы с вами ясно понимаем То желание — это впервые осознанное некое внутреннее движение Которое что? Выходит из подсознания в подсознание Пробивает полупрозрачную мембрану и говорит нам Реализуй меня Простейший пример Мы сидим чем-то очень увлечены, смотрим фильм, например, или разговоры А у нас постепенно накапливается желание Попить воды, организм сигналит Не хватает воды В какой-то момент оно прокалывает подсознание И сигнал выходит в сознание Хочу пить Хочу пить — это желание А вот буду пить из такого-то стакана на кухне Тогда-то ту-то воду — это уже намерение А пойти, реализовать эту цель Это реализация цели Самое интересное скрыто в подсознании Хотя интересным является все В том числе связь Вот этого подсознательного сознательного Здесь у нас желание Вопрос заключается в том, что Здесь есть нечто Что развивается в желании И это я называю первичное органическое хотение Пох Простенькое со вкусом И вот эти похи Мысль очень простая Должны соответствовать нашим целям Но Товарищ социум По сумме причин, которые мы будем с вами разбирать Очень властно вмешивается в эту историю Он вмешивается на каждом этапе Особенно он вмешивается на этапе между Похом и желанием Здесь действуют коллективные бессознательные И люди, к сожалению, не осознают Что происходит А как осознавать И почему так происходит Мы и будем разбирать на этих двух семинарах А здесь он на уровне постановки целей Которая тоже делается по принципу Руки загребущие, глаза заведущие И человек хочет Вместо того, чтобы реализовать свое предназначение Реализовать Как это Социальное представление о том Что правильное предназначение Это много денег Мерседес И яхта в океане У кого-то так У кого-то совершенно иначе У кого-то, например, много денег Яхта И красавицы не в океане А на Марсе Или на другой планете Тут надо разбираться Не все мечты сбываются Так вот Теорию этого дела Почему оно так стало Почему оно так работает Мы будем изучать на внутренней честности 1 На внутренней честности 2 Внутренней честности 1 Я уже анонсировал Но повторю, что Мы будем изучать вот эту линию А на внутренней честности 2 Которую сейчас анонсируем Мы будем изучать блокирующую систему То есть систему воспитания Образования Окружения Которая блокирует нам Движение от эпохи к желанию И от желания к целям Через намерения Дальше будет семинар зимой, который называется «Сила намерения». Мы будем как раз смотреть, как это осуществить, эту линию с вами. А может, мы его поставим пораньше, посмотрим. Теория, практика этого дела, это очень конкретный предельный семинар. Я вам на пальцах расскажу, почему так, как оно работает и что делать, чтобы такого не было. Как обходить блокирующую систему внутреннюю и как реализовать свои эпохи в цели. Почему? Потому что, если посмотреть на контур этого дела, самый большой, получается вот какая интересная штука. Если мы думаем, что предназначения у нас нет, это базовая аксиома, о которой мы вкладываем в свои представления о мире. Да, можно желать чего хочешь, эпохи не важны. Но те, кто так делает, обычно заканчивают очень крупным неврозом или психозом. Что лишний раз показывает, что предназначение все-таки есть. И это базовая аксиома, это реальность, с которой мы имеем дело. А предназначение работает так. Если представить, что есть Господь Бог тут, во внешнем мире, и Дух, или частичка Бога в нас, который Он нам дал по образу и подобию, то Дух стоит за подсознанием и генерит нам похи. А Бог предполагает, что наши цели выполнят наше предназначение. Так вот, теперь понятно, почему должны совпадать эпохи и цели. Потому что Бог и Дух действуют одинаково, простыми словами. На нас давит изнутри точно такая же сила и в том же направлении, как и внешняя жизнь. Внешний Бог заставляет нас преследовать правильной цели, чтобы реализовать наше предназначение. Существует синхронность между внутренним воздействием и внешним. То есть, внешние события нас толкают туда же, куда и внутренняя цель развития. И совместно они представляют собой предназначение. Этот механизм мы с вами будем изучать. Если вы хотя бы на секунду допустите, хотя бы в виде метафоры допустите, что это так, ваша жизнь мгновенно приобретет осмысленность, упорядоченность, и вы найдете ответы на очень многие вопросы и заблуждения, тупики развития и мышления, которые у вас были в прошлом, и, возможно, даже поймете, что делать в будущем. Для понимания чего я приглашаю вас на эти два семинара «Внутренняя честность-1» и «Внутренняя честность-2». Комплементарным к ним будут очень интересные киносеминары. Например, к «Внутренняй честности-1» будет киносеминар по фильму Мартина Скорсезе «Банда Нью-Йорк». А дальше посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует...